...вызовы, связанные с масштабными изменениями политического, экономического и культурного характера. Бишкеку суждено было увидеть и динамичное расширение границ за счет новых жилых массивов, быстрое увеличение населения за счет миграции наших сограждан со всех регионов страны, катастрофическое ухудшение жизнеобеспечивающей инфраструктуры и бурный рост количества автотранспортов. Столица видела и общегородской базар начала 90-х, кардинально изменившее лицо города, самозахваты земель, разбитые дороги, политические коллизии последних десятилетий. Сегодня жители самого большого и самого привлекательного для проживания города страны видят транспортные пробки и приближающийся транспортный коллапс, неустроенность дворов многоквартирных жилых домов, резкое сужение зеленых массивов и общественных зон. Видят массовое хаотичное жилищное строительство, бездарно архитектурные решения, которые несет в Бичкек не только новые квартиры, но и дополнительные неудобства для горожан, нагрузку на изношенную уже недостаточную городскую инфраструктуру и конфликты с жителями, чьи права нередко нарушаются этими застройками. И большинству жителей столицы надоело жить в среде, устроенной по принципу коррупционного хаоса. Нам всем надоело проставить пробках. Мы не чувствуем себя в достаточной безопасности на улицах любимого города. Надоело давать взятки по поводу беспокойства, слышать и считать в листах массовой информации о том, как недобросовестные чиновники или бюджетные. Городская власть должна работать на упреждение появления проблем жизнедеятельности столицы, а не разводить беспомощными руками после того, как что-то произойдет. Не годиться годами тратить деньги горожан на одни и те же дырки в асфальте, не обращать внимания на стагнацию городской жизнеобеспечившейся инфраструктуры, развалившейся старой жилищной формы. О городских проблемах можно говорить очень долго и эмоционально. И все мы их прекрасно знаем, особенно вы, уважаемые депутаты Мишкес-Казахстана. Но я говорю об этом не для того, чтобы сказать вам очевидные вещи. Я пришел подтвердить вам о своей готовности решать эти проблемы вместе с вами и готов приложить все усилия для того, чтобы столица Кыргызстана преобразилась и стала успешным, комфортным, благоустроенным и безопасным городом. Избранный вами мэр не позже трех месяцев с момента вступления должен обеспечить разработку и представить на утверждение городском кинейшу проект программы социально-экономического развития города. Такую программу, адекватную всем имеющимся угрозам, проблемам с одной стороны и ожиданиям горожан и имеющимся потенциальным возможностям с другой стороны. Данная программа сегодня как никогда нужна городу. Я внимательно ознакомился с программой, подготовленной группой депутатов. Думаю, что она могла бы стать основой для общей программы развития города. Бельщикек сегодня является столицей страны, а не только столицей страны, но и центром многочисленных интересов наших граждан и связанной с этим маятниковой миграцией, финансовым транспортом и ресурсным потоком. И мы должны умело использовать эти факторы развития столицы. Основная цель моей будущей программы – это создание устойчивой платформы развития бельщикской региональной агломерации, включающейся в себя столицу, с новыми шелмассивами, пригородные территории, спутники и населенные пункты, связанные с городом экономически, демографически, культурно-трудовыми рынками и транспортными потоками. Наш программный ориентир – успешный, комфортный, благоустроенный и безопасный город. Бельщикек – столица динамично развивающихся городского стадия. Наша задача – рациональное, рачительное и разумное управление существующими и создание новых городских ресурсов, консолидацию усилий органов местного самоуправления, территориальных и государственных органов управления, частных и гражданских инициатив в интересах развития столицы, максимальная деполитизация городской среды и капитализация возможностей Бельщикека как центра развития региона и села Кыргызстана в экономическом, социальном, культурном измерениях. Основными и приоритетными направлениями политики мэра, на мой взгляд, должны стать обеспечение военного успеха родного города, с энергией усилий всех участников развития активных городов, успешных предпринимателей, порядочных политиков, честных и компетентных чиновников, инициативных и правительственных организаций. Разработка и реализация новой стратегии комплексного развития города, учитывающей динамичные изменения городской среды, сочетающей интересы развития Кыргызстана, бельщикейской агломерации и жизненных интересов ее жителей. Разработка гармоничной политики градостроительства, архитектурного облика столицы, управление земельным фондом как столиц, так и связанных с ней в пригородных районах, поддержание и развитие городской инфраструктуры, создание привлекательных условий, реализация предпринимательских инициатив, минимизация конфликтов интересов бизнеса и жителей города, поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие благоприятной и безопасной цели проживания, улучшение качества жизни всех горожан независимо от территории проживания, формирование качества новой системы взаимодействия органов местного самоуправления с жителями, с местными сообществами и их самоорганизационными формами, развитие моделей и форм реализации граждан и права на местное самоуправление. Для реализации этих направлений нам необходимо кардинальное улучшение системы городского управления, направленное на повышение ее качества, увеличение чувствительности к нуждам горожан, приближение практики управления законодательно определенным принципам местного самоуправления. И, конечно, искоренение коррупционных болезней отдельных чиновников, коррупционных схем и системной коррупции во всех структурах города Пешкет. Это не город должен служить нам, а мы, чиновники и политические объединения, должны бедно служить городу и его житве. Для успешного решения вышеизложенных задач перед новым мэром ставят на воздействие следующие задачи. В первую очередь, для принятия городским кинешем новой программы социально-экономического развития города разработать антикризисный пакет проектов, направленных на решение самых неотложных, в данных проблем наиболее болезненных вопросах жизнедеятельности Пешкета. Структура и функциональность городских служб должны максимально отвечать не интересам чиновников, реафилированных с ним бизнес-интересов, а нуждам и чаяниям горожан, интересам комплексного развития столицы и Кыргызстана. Необладимое повышение качества и результативности управления, упрощение процедур и доступности для горожан к системе муниципальных и государственных условий. Развивая жилищную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, строя дороги и бизнес-объекты, ориентируясь на экономическую успешность города, мы не должны жертвовать тем, чем славилась столица советской Кыргызии. Ее зеленый покром, чистая экология, доступные местами общественного отзыва, элементы нового бичкека, должны развиваться без утери и того ценного, что еще осталось от зеленого фрукта. А поскольку нам еще предстоит найти непротиворативный баланс между экономическими и человеческими интересами к городскому развитию, для организации разработки и реализации таких проектов должен быть создан специальный проектный центр. Мы нацеливаемся на то, что нашими конструктивными и ответственными партнерами развития столицы станут городские предприниматели. А важным ресурсом решения городских проблем станет программа государственно-частного партнера. Мы должны разработать новую гармоничную политику в сочетании интересов развития новых жилмасилов и старых районов столицы, что позволит не бичкеку превращаться в большую деревню, а окружающую поясу новостроек, постепенно достичь достойного и столичного уровня жизни. Одновременно должны быть направлены усилия на сохранение и поддержку достойных состояний коммунальной инфраструктуры на госпортирных жилых домах. Система муниципальных территориальных управ должна стать реальным и рачительным хозяином самоуправляемых территорий, совместно с активным жителем, разрабатывающим и реализующим локальные проекты развития. МТУ должна стать наиболее приближенными гражданам центрами оказания муниципальных от перспективы государственных услуг. Точка входа граждан на площадку реализации права на местное самоуправление. Главные партнеры, соратники, трубователи работают территориально-общественное самоуправление, которое необходимо всячески поддерживать и развивать. Должны быть, на мой взгляд, выстроены конструктивные отношения нового типа и с другими субъектами бичкетской аггломерации. Органы местного самоуправления и государственные администрации зоны, находящиеся в сфере притяжения столицы. Мы должны совместно решить общие проблемы, консолидировать усилия и наши возможности, инициативы и интересы развития жителей столицы и всего нашего Казахстана. Необходима разработка совместной программы, комплексной совместной программы развития как Бишкека, так и Чуйской области. Уважаемые депутаты, мэры и мэрии, во всех начинаниях нужна ваша поддержка. Нужна поддержка жителей города Бишкека. Мы делаем общее дело и должны двигаться в одном направлении. Все вышеизложенные, все вышеизложенные, реализуемые только при решении главного вопроса, в вопросах подбора и расстановки кадров. Во всех структурах города должны работать хорошо знающие, свои работы специалисты, честные, порядочные и совестливые люди. Независимо от их политических взглядов и партийной правительности. Этого нужно добиваться любой ценой. Это оселок основа наших успехов. И позвольте мне, завершая краткий обзор контура своей программы, с обозначением главного ориентира административной деятельности мэра. Это ответственное, добросовестно исполнение разумной политики, разработанное в соответствии с гражданами наших горожан. Спасибо за внимание. Спасибо.